Приветствую всех, кто любит и ценит бокс. Сегодня мы поговорим про дистанции. Что такое дистанция в боксе, какие виды дистанции бывают и что означает найти свою дистанцию. Сегодня мы вкратце коснемся этой темы и в дальнейших роликах более подробно поговорим о каждой из дистанций. Итак, что такое дистанция в боксе? Дистанция в боксе это то положение в ринге, то расстояние, с которого бойцу удобно наносить удары и защищаться. Какие виды дистанции бывают? В боксе разделяют три основные дистанции. Это дальняя дистанция, средняя дистанция и ближняя дистанция. Мало кто знает, что есть еще один вид дистанции, сверхдальняя дистанция. Посмотрите, как пользуются этой дистанцией Флойд Мэвезер. Находясь на сверхдальнем расстоянии, он знает, что противник не достанет его ни с места, не сделав даже шаг к нему с ударом. Сверхдальняя дистанция это то расстояние, при котором вы знаете, что противник у вас не достанет своим ударом ни с места, ни даже с шагом. То есть на этой дистанции вы можете передохнуть, двигаться спокойно, не опасаясь каких-либо действий со стороны противника. Дальняя дистанция это то положение бойца в ринге, при котором для нанесения своей атаки ему необходимо сделать один шаг. Существует два вида дальней дистанции. Ударная дистанция и защитная дистанция. И мало кто знает, что эти дистанции часто отличаются друг от друга. Также важно знать и понимать, что при дальней дистанции для того, чтобы ударить дальней сильнейшей рукой, для правши, например, правой рукой, нужно подойти ближе к противнику. Были проведены специальные исследования, которые показали, что чем выше класс бойца, тем ближе он выбирает расстояние по отношению к своему противнику, для того, чтобы ударить дальней сильнейшей рукой. Другими словами, для того, чтобы ударить сильнейшей рукой, вам нужно держаться ближе к оппоненту. Для дальней дистанции характерны, как правило, прямые удары и длинные боковые удары. Удары снизу здесь используются крайне редко. Среднюю дистанцию часто называют дистанцией отморозков. Да, эта дистанция действительно опасна, но именно в ней происходит самое яркое и впечатляющее событие в бою. Средняя дистанция – это то расстояние до противника, при котором вам не нужно делать шаг по направлению к нему для осуществления своей атаки. То есть все удары вы наносите с места. То есть в средней дистанции вы можете наносить любые удары, не делая никаких шагов по направлению к противнику. Удары получаются более плотными, и бой на средней дистанции выглядит более зрелищным и откровенным. Следующая дистанция – это ближняя дистанция. Ближняя дистанция – это такое положение бойцов по отношению друг к другу, когда они находятся максимально близко. То есть бой проходит буквально перчатка в перчатку, кость в кость. Вы чувствуете противника буквально тактильно, он находится всегда рядом с вами. На ближней дистанции, как правило, используются удары снизу и удары сбоку. Из защитных действий активно используются подставки и работа корпусом, то есть постоянный маятник, уклоны и нырки. Конечно же, важно уметь работать на всех дистанциях, но, как правило, боец более обучен работе в одной из дистанций. Его задача – максимальное время бою находиться именно на своей дистанции, то есть на той дистанции, которая ему удобна для ведения боя. Как правило, поединок строится следующим образом. Бойцы выходят, присматриваются, пристреливаются друг к другу, ведут разведку боем, провоцируют, обманывают, финтят, и постепенно с дальней дистанции они начинают сближаться на среднюю. И таким образом бой постепенно становится плотнее. Иногда фазы боя перетекают в ближнюю дистанцию, обратно в среднюю и обратно в дальнюю. Иногда, если спортсмены хотят отдохнуть, они могут уходить на сверхдальнюю дистанцию. И отдохнув, опять врываться в дальнюю дистанцию, в среднюю, в ближнюю и так далее. Важно уметь грамотно пользоваться переходами из одной дистанции в другую. Например, для того, чтобы атаковать с дальней дистанции, спортсмен часто прибегает к работе передней рукой и к финтам, то есть к обманным действиям. Для того, чтобы перейти с дальней дистанции на среднюю, часто используются уклоны. То есть вы начали работу на дальнюю дистанцию, провели подготовку, осуществили какую-либо атаку, и потом, например, через уклон или серию уклонов сблизились еще больше на среднюю дистанцию и провели еще одну атаку. Грамотные тренера и специалисты в боксе часто говорят, что для того, чтобы выиграть бой, нужно найти свою дистанцию. Поиск дистанции действительно является основной задачей спортсменов в бою. Постепенно он подстраивается к противнику, таким образом нащупывает то положение в ринге, при котором ему удобно бить и защищаться. Задача боксера находиться в наиболее выгодных положениях для себя. Делать так, чтобы ему было удобно, и наоборот, чтобы было неудобно его противнику. То есть, если мы говорим о дистанциях, находиться на своей удобной дистанции и делать так, чтобы противник оказывался в неудобных положениях для себя. То есть на дистанции, которые неудобны для него. Итак, мы вкратце поговорили о дистанциях. В следующих роликах мы более подробно коснемся каждой из дистанций боксера. Пока!